спрашивают о том, какие тренды, для того, чтобы просто спросить, какие тренды. Информация должна работать, иначе вы просто другими словами засоряете себе мозг. Следование тренда это про то, что вы меняетесь. Я не знаю, о чем снимать, я потеряла все свои цели. Это сомнительный эксперт, честно вам скажу. Ребята, всем привет! Сегодня я поговорю с вами на профессиональную тему, а именно на предмет того, зачем знать и понимать тренды, которые в Инстаграм актуальны в тот или иной момент времени. Иногда мне кажется, что люди спрашивают о том, какие тренды, для того, чтобы просто спросить, какие тренды. То же самое, знаете, постоянно ролики на Ютубе все смотрят относительно гардероба, какие тренды в одежде в текущий момент времени. Но при этом пол-Россия вообще не занимается изучением там своей фигуры, своего гардероба, и просто остаются диванными экспертами, и на этом все заканчивается. Вот то же самое, уж простите, если это звучит грубо, касательно и трендов на предмет Инстаграм. И здесь я, конечно, не против. Каждый выбирает то, как ему комфортно, но, еще раз, информация должна для чего-то. Она должна работать, иначе вы просто другими словами засоряете себе мозг. Это первое. Это, наверное, моя боль, с чего я хотела бы начать. А на самом деле, почему конкуренции всегда будет мало? Потому что трендовость очень сложно внедрять и в Инстаграм, и на Ютуб, везде. Вот если взять, точнее, вашу деятельность всю и разделить ее на части, вот создание контента, который будет согласовываться с трендами текущего времени, это отдельный кусок вашей работы. Ну и на самом деле, если разбирать природу трендов и для чего они нужны, я вам сейчас дам несколько тезисов, которые позволят вам найти причину, большую причину для того, чтобы внедрять тренды в свой контент. Откуда знать тренды? Тренды тесно связаны с экономикой, с развитием вообще любых стран, с тем, что происходит в мире, какие события глобальные именно. И, конечно же, тренды напрямую связаны с тем, что происходит и как меняется мода. Вот это вот все в совокупности мы переносим в фото, видео, текстовый контент в Инстаграм. Соответственно, для того, чтобы понимать, что в целом происходит в мире, какие сейчас тренды, что сейчас актуально, важно понимать и следить за всеми событиями в мире. И вот те, кто способен анализировать и формировать аналитическое мышление, через время, безусловно, это не то, что сразу раз и прилетает, те и чувствуют, и на уровне ощущений быстро внедряют какие-то изменения в своем контенте. Смотрите, друзья, когда вы создаете действительно трендовый контент, вам гораздо проще продавать. Почему? Потому что люди больше всего реагируют на то, что в большем количестве находится в текущий момент времени в инфопространстве. Суть в том, чтобы научиться всю информацию, которую вы берете извне, адаптировать и пропускать через призму свои темы. Даже если вы стоматолог, косметолог или юрист, занимайтесь какими-то суперсерьезными делами. Когда вы знаете тренды и внедряете их в свой аккаунт в Инстаграм и на Ютуб, неважно, на какой социальной площадке вы работаете, у вас есть актуальный способ коммуникации с аудиторией. То есть вам есть всегда о чем поговорить. Человек видит, что вы движетесь, потому что следование трендам – это про то, что вы меняетесь. Если вы меняетесь, значит, с вами интересно вести диалог, значит, аудитория будет с большим удовольствием спрашивать, задавать вопросы, опять же, по любой теме, неважно, чем вы занимаетесь. Идем дальше. Когда вы создаете действительно трендовый контент, вам гораздо проще рекламироваться, вам гораздо проще идти в эту самую рекламу. Объясню почему. Потому что зачастую те аккаунты, которые набирают большое количество аудитории, у них много лайков и так дальше, это авторы, которые находятся прямо в тренде, и у них есть понимание, как через текущие тренды подать вашу рекламу и сделать ее максимально эффективной. То есть понимание трендов дает вам огромные привилегии в том, чтобы, во-первых, вас блогер взял, и, во-вторых, чтобы эта реклама прошла максимально эффективно. Проведу вам простой пример. У меня достаточно много конкурентов в Инстаграм, и огромная часть из них, они не внедряют текущие тренды. Почему? Потому что они думают, что экспертность это то, что является их главным преимуществом и главной такой сильной, скажем так, стороной. Но это совершенно не так. В данном случае ту форму, в которую мы обрекаем нашу экспертность, вот это является более главным, чем наша экспертность. Вдумайтесь, та форма, в которую мы нашу экспертность помещаем, выдаем, в какой форме контент, это гораздо важнее, чем ваша экспертность в 2021 году. Поэтому многие эксперты, многие ваши конкуренты на этом сдуваются. Те, кто работает со мной, мои ученики, они, конечно же, знают и тренды, и все, что максимально эффективно в текущее время. Кроме того, когда вы внедряете тренды, вам гораздо проще снимать на самом деле контент и делать его регулярно. Объясню, почему. Очень просто. Давайте мы рассмотрим кейс стилистов. Вообще стилисты это тот контент, который проще всего создавать по той причине, что есть сначала осенний гардероб, весенний гардероб, там еще какой-то гардероб. Тенденции меняются, пандемия пришла, мода вся, короче, поменялась. И у стилистов есть всегда инфоповод для того, чтобы что-то снять, о чем-то рассказать и так далее. И всем кажется, что ой, как хорошо и везет стилистам. Да, я же не стилист, что мне делать? Но на самом деле вы можете адаптировать все вот эти тренды под свою экспертность. Еще раз повторюсь, неважно. Я абсолютно каждому из вас, даже если вы занимаетесь шиномонтажом, скажу, как можно тренды текущие внедрить в шиномонтаж. Просто большинство не хочет об этом думать. И, соответственно, легче снимать регулярный контент, потому что он динамичный, в нем есть жизнь. И последнее, нет перегорания и вот этих вот страданий на предмет того, что я не знаю, о чем снимать. Я потеряла все свои цели. Вообще бегите от специалистов, которые постоянно говорят о выгорании, о том, что им плохо, о том, что они себя ищут, о том, что им нужно сделать перерыв, потому что они потерялись. Вообще бойтесь людей, которые себя постоянно теряют, потому что мы же понимаем, что психологически здоровые люди, они себя никуда никогда не теряют. И если эксперт из такого состояния еще вас и чему-то обучает и берет за эти деньги, ну, это сомнительный эксперт, честно вам скажу. Таким образом, друзья, резюмируя, тренды надо знать. Если вы хотите продавать, если вы хотите двигаться и рассматривать онлайн и работу в Инстаграм, в том числе, как основной и как достаточно серьезный способ заработка, потому что деньги там очень и очень серьезные водятся, возможно, вы сейчас застоялись на каком-то одном месте, поэтому и открыли это видео. И ваша задача понять, как вы можете адаптироваться под текущую ситуацию, под инфоповоды, под какую-то смену, например, сезонов. Это тоже отчасти инфоповод. И это поможет вам быть более вариативным. Все ссылки на мои продукты, которые вы можете приобрести в любой момент времени, я оставляю в инфобоксе. Подписывайтесь на мой Инстаграм, я там делюсь подобной актуальной информацией каждый момент времени. Если вам было актуально, ставьте обязательно мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok